В 2011-м современные технологии дошли до больниц Саранска. Новое здание консультативной поликлиники онкологии оснастили немецким оборудованием. Таким рентгенаппаратом мог похвастаться не каждый регион. А в регистратуре появилась электронная запись, что особо порадовало жителей из районов Мордовии. В этом же году больше 10 тысяч человек участвовали в Лыжне России. Самой юной участницей стал 6-летний Алина Лазарева, а самым опытным – 72-летний Владимир Осанов. Я с пятого года участвую. Отлично просто. Желаю себя с молодым. Ну это общероссийский праздник. За спорт. Как бы традиция приходится сюда каждый год. Тем более, раз спортсмены. Поддержать для массовости. Метель и мороз. Таким февраль заполнился в 2012-м. Плохая погода стала причиной трагедии не только для местных коммунальщиков. Для некоторых людей переохлаждение закончилось летальным исходом. А вот Михаил Захаров, можно сказать, лотерею выиграл. Он после переохлаждения жив остался и ампутировать ничего не пришлось. Хотя на вопрос, как так получилось, отвечал не совсем внятно. Шел, ключ дома, не открыл, упал, поднял ключ, открыл, пришел домой. Сел, смотрел. Не то с ними. Годом позже последний путь отправили мордовские авиалинии. Единственного авиаперевозчика в республике лишили лицензии. И вроде как в песне «Самолеты у нас не летали». Не летали пять лет. Чемпионат мира по футболу принес свои плоды в виде нового аэропорта в том числе. Рейс в Нуково-Саранск стал ежедневным, хоть и поначалу единственным. Все пассажиры остались довольны. А как не улыбаться, когда билет стоит всего 500 рублей? Привет. Расскажи, как в самолете все чувствуют? Нормально. Да, первые пассажиры долетели отлично. Рейс хороший, очень удобно. Тем более мы живем во Внуково и нам очень, очень понравилось. Нормально долетели. Дорогой билет сейчас? 500 рублей. Да ладно. Да. А в 2019-м в этот день стартовала театральная неделя. Вспоминали премьеры прошлого года. Начали по-восточному. Балет «Семь красавиц» открыл фестиваль. Местного колорита добавил урожень с Киргизии в роли коварного визиря. Раньше, ну, принцы, террадоры. Только вот в таких планах. Все. А вот именно злых персонажей это в первый раз такое. Здесь, конечно, актерские отыграть хорошо надо. И технически надо чисто танцевать. Год спустя в Пушкинской библиотеке выражали свою любовь к книгам. А еще делали подарки своими руками и устраивали книжные свидания. Это такой формат знакомства. Находишь избранника по литературным предпочтениям. Таким будет 14 февраля в годы работы 10 канала. Оставайтесь с нами. Вместе нам будет что вспомнить. Арина Лешкина, Наш Новости.